Штрауса и Чайковского открыл для Фокинцев Приморский ключ. 12 сентября в Центре культуры и искусства «Спутник» состоялся благотворительный концерт артистов Приморского театра, оперы и балета. Впервые за историю фестиваля «Приморский ключ» наш город вошел в маршрутную карту концертов. Фокина встретил мастеров классической музыки полным залом. Сотрудникам «Спутника» пришлось дополнительно устанавливать в зрительном зале стулья, чтобы разместить всех желающих приобщиться к прекрасному. Фокинцы не избалованы симфоническим и оперным творчеством. Организаторы благотворительного фестиваля «Приморский ключ» впервые включили наш город в маршрутную карту концертов. Любители высокого искусства смогли вживую услышать произведения великих мировых классиков, познакомиться с репертуаром артистов Приморского театра, оперы и балета. В этом фестивале мы ездим разными составами. Есть у нас большой симфонический оркестр, выступал в некоторых городах, его в Девостоке, конечно. И мы ездим небольшим камерным составом, где-то 30 человек. И сегодня мы приехали именно этим составом. Группа струнных, группа струнно-оркестр, и наши два солиста Марк Марьясов-Кларнет и Дмитрий Никитченко. Музыкальный фестиваль «Приморский ключ» проходит в Приморье во второй раз. Музыканты Приморского театра оперы и балета дали концерты в 14 населенных пунктах края. Инициатива благотворительного тура принадлежала главе региона Владимиру Миклушевскому. Фестиваль выделяется тем, что оркестр театра выступает не только в дальневосточных мегаполисах, но и в маленьких городах. Сегодня мы продолжаем наш фестиваль, второй круглый фестиваль «Приморский ключ». Сегодня прозвучат интересные произведения струнные сиренады Чайковского, довольно известные. И менее известные произведения Рихвида Штрауса, концертина для фагота, кларнета и струнного оркестра. Когда начался фестиваль? Фестиваль идет со 2 сентября. Мы проехали большое количество городов Приморского края. А вчера был большой, если не сказать, огромный концерт, кульминация всего фестиваля в городе Владивосток, в самом театре, в здании театра. В течение 3,5 часов был концерт, продолжался. Программу фестиваля «Приморский ключ» составили в расчете как на искушенного слушателя, так и для тех, кто только начал приобщаться к музыкальному искусству. Начался концерт с достаточно сложного произведения Рихарда Штрауса «Концертина» для кларнета и фагота со струнным оркестром. Одного из поздних сочинений немецкого классика. В основе музыки легенда о принцессе и медведе, который во время их танца превратился в прекрасного юношу. Дуэт отличается камерным, но очень выразительным звучанием. Во втором отделении концерта прозвучало еще одно крупное произведение – струнная серенада Петра Ильича Чайковского. Это одно из самых популярных сочинений наследия великого композитора. Симфоническая музыка в первоклассном исполнении вызвала живой отклик у публики. В завершении каждой части серенады зал отмечал бурными аплодисментами. Зрители долго не хотели отпускать артистов со сцены после завершения концерта, вызывая их на бис. Музыки, как и любви, оказались покорны самые разные возрасты. Выйдя из зала после окончания концерта, зрители с желанием делились полученными впечатлениями. Хороший очень концерт, большое спасибо, получила огромное удовольствие. Здорово, приезжайте чаще. Я считаю, что жители нашего города должны почаще слушать классическую музыку. Она воспитывает в людях все самое высшее, высокое, красивое, душевное что ли. Для некоторых это, конечно, получается как-то неожиданная музыка. Все привыкли к попсе, к развлекательной музыке, к серьезной музыке привыкнуть надо обязательно. И если бы почаще к нам приезжали, было бы просто очень здорово. Концерт стал настоящим праздником для всего города, но, пожалуй, особенным событием для учеников детской школы искусств. Ведь именно они, возможно, в будущем будут выступать на сцене Приморского театра оперы и балета. Мы думаем, что это самый лучший концерт для нас. Да, столько певистов, они поют очень плавно, хорошо. Сразу так нельзя сыграть. Я бы сама не научилась так играть хорошо. А учитесь? Да. Где? Я на пианини с ней. На фортепиано. Хотим тоже звездами быть. Фестиваль «Приморский ключ» планируют сделать ежегодной традицией. Это позволит всем, у кого нет возможности приехать во Владивосток, услышать классические произведения, приобщиться к культурному, всемирному музыкальному наследию. К слову, гастрольный тур артистов Краевого театра является благотворительным. Средства, собранные в ходе фестиваля, будут переданы на развитие детских школ искусств и культурно-образовательных учреждений тех городов, где прошли концерты.